Три, два, один, два! Полторы тонны красок на головы калининградцев. Огнетушители здесь наоборот, разжигают пламя веселья. А чистым на цвета летофесте не останется никто. Сегодня буквально на каждом шагу происходят красочные дуэли. Проигравших в них, конечно же, нет, а вот победителем становится самый яркий участник. Ведь считается, чем человек сильнее испачкан, тем больше добрых пожеланий на него направлено. Гамма боевых запасов ограничена шестью цветами. Бирюзовым, оранжевым, салатовым, розовым, желтым и фиолетовым. Краски можно было купить на месте. 150 рублей за 100 граммов. Одного пакетика хватает для трех полноценных бросков. Наступило лето, хочется сочности, хочется яркости. Краски Холли идеально к этому подходят. Они совершенно безопасны, они легко смываются. Их можно почти есть. Они безвредны, но совершенно. Танцевальные флешмобы, спортивные забеги и литературные конкурсы. На площадке работали различные интерактивы. А все желающие могли зарядить краской даже водяные пистолеты. Самые же отважные шли купаться в фонтаны, прямо в одежде, чтобы смыть старую краску и снова окунуться с головой в цвета летофест. Красочный фестиваль Холли зародился в Индии. Наш праздник отличается от него по всем параметрам. Индусы отмечают его два дня. Последний февральский и первый мартовский день, независимо от погоды. В России стараются проводить в жаркие летние дни, чтобы случайный дождик не испортил настроение участника. У азиатов праздник символизирует наступление весны. У нас же просто повод покидаться красками друг в друга. Это очень ярко и обмазать другого человека краской, чтобы потом он мылся. По-моему, это весело. Ну, потому что это такой типа шалун, никто тебе ничего не сделает. Яркий фестиваль, очень сильно, тут много грязных, тут не надо мыться. Кто моется в фонтане, те слабаки. Принять участие в цвета летофесте мог любой желающий, независимо от возраста. А праздник раскрасил серые будни чуть ли не каждого калининградца. Кирилл Попов и Максим Кириченко. Служба новостей. Город.